Прошедшая неделя ознаменовалась громкими обещаниями чиновников в Уфе по наболевшим, как говорится, вопросам. Обещано в декабре 2023 года ввести в строй пресловутую Зининскую развязку, она же Нагаевский переезд, а еще открыть движение по улице Пугачева. Ну, знаете ли, про Зининскую развязку это звучит, прямо скажем, даже как-то так угрожающе. Еще месяц назад ее строительство было признано существенно дефектным, а конструкция этой Зининской развязки была признана угрожающей жизнью и здоровью граждан, и даже было возбуждено уголовное дело. И что? За месяц не только успели провести сложнейшие экспертизы, следственные действия, заново перепроектировать объект, но даже они успели за месяц все исправить. Ну, не иначе, как без синей изоленты тут дело не обошлось. Но, простите, на самом деле подобное возможно только в воображениях и в отчетах чиновников. В реальности такое невозможно. Ну, если они действительно формально сдадут 15-17 декабря эту Зининскую развязку, то лично я подожду еще с полгодика, хотя бы до теплых времен, когда размежнется, и ездить по этой развязке точно не буду и вам не советую. Потому что у меня, например, нет никакого доверия тем экспертным заключениям, которые, может быть, нам предъявят в качестве подтверждения исправности этого объекта. Потому что слишком высок контраст между тем, что было и то, что стало, чем что теперь нам рассказывает замглавы города господин Паапа о том, что, дескать, да все нормально, все отлично, мы там какие-то, значит, подпорные стеночки сложили из каких-то блоков кирпичей, и все хорошо. Ну, стоп. Была выявлена избыточная нагрузка на опоры этой развязки. Остальные опоры тоже укрепили. Ну, в общем, нет. Здесь абсолютно точно нет никакого доверия, и опасения при перемещении по этой развязке для жителей республики точно должны быть обоснованными.